Музыка Ну какие вопросы? Из такой большой-большой части. Да. Там уже заключительные, там вот все эти вот вопросы, ну как бы вытекают из предыдущих. Ну да. Ну а закон стоимости? При капитализме и социализме, который мы разбирали, здесь он больше раскрывается. Но Виш, Сталин не считает его основным законом. Он даже объясняет почему. Да, и объясняет почему. Потому что он должен не полностью раскрывать суть как капитализма, так и социализма. Так же можно его найти и при социализме, и при капитализме. Даже не в этом дело, что он не полностью сущность раскрывает. Потому что он существовал и до капитализма, и после него существует, поэтому он никак не является основным законом. Это прямо истекает из диалектики Гегеля. Это там определение закона. То есть сущность закона, которая отличается от всего остального, она должна быть именно присуща ему. И поэтому действительно по Гегелю получается, что закон стоимости, он и частично сохраняется и при социализме, и при социализме. То есть частично, не полностью, но частично сохраняется. Тут еще есть очень интересный момент такой, что в чем фишка-то планомерного развития планового хозяйства. При капитализме у нас получаются кризисы то есть, то нету, то спа производства, то нарастает производство. Чтобы этого не было, планомерно развивается хозяйство. То есть кризис, у тебя не кризис, у тебя должно расти производство. Если оно у тебя не будет расти, у тебя… Планирование должно проводиться в масштабах страны при социализме. К этому он подводит, да. И что планирование должно быть грамотным. Что у нас не всегда было, не всегда достигалось в процессе развития страны в социалистический период. Не всегда. И к сожалению… План не всегда предусматривал необходимое количество товаров. И помните, были у нас проблемы, особенно вот уже после хрущевское время, с рядом товаров и недостаток. А это вот как у нас в следующем вопросе. Недостатки планирования, да. Я про другое хотел сказать. Вы смотрите, у нас получается Китай, да, у него сейчас заглядяется рост ВВП. Они потихоньку, все медленнее, медленнее, медленнее идет производство, рост производства. Ну, сейчас вот интересно, что у них победит, капиталистический кризис или планирование хозяйства? Ну, трудно сказать. Но я, например, считаю, что они уже от социализма далеко в сторону ушли. У них уже капитализм их скоро совсем задавит. Те признаки социализма, которые еще остаются у них. Это на мой взгляд, конечно. Тут просто если ваши мысли продолжать, да, по поводу производства. Для чего его наращивать? И тут как раз ключевое. Для удовлетворения материальных и культурных потребностей. Больше не для чего при социализме. Нет, нет. Вот вы, доброе слово, не сказали. Удовлетворение растущих материальных. Да, постоянно растущих. Да, Сталин на этом делает. Общество. Ну, людей, общество. Людей очень не надо. Вот только раз, когда пытался удовлетворять желание людей, побольше выпускать кроссовок и тому подобных джинсов, да. Принимают этого. Огни, да. Про всех членов общества говорили. Да, да, да. У Сталина есть, да. У Сталина это есть. Просто интересы общества, они всегда совпадают с индивидуами. Понятно. Понятно. В чем фишка гуляш коммунизма по хручоку, да? То есть, когда мы пытаемся материально обеспечить каждого учителя страны, там, кроссовками, квартирами, машинами. Это все, конечно, здорово, но вопрос, есть ли польза зарения общества. Потому что понятно, что у каждого там есть потребность жрать в три горла, это очень хорошо, когда удовлетворяются твои материальные, так сказать, пожелания. Пить виски, а не водку, грубо говоря, да, есть чешуйка за ситрины. Но для общества, для развития. И сейчас, опять же, тут очень актуальный вопрос, вот, да, вот это вот потребление постоянно, когда каждый год люди обновляют сотовые. Человеку это интересно, да, новый сотовый, не такой, как старый, больше возможностей. Вопрос, а надо ли этому обществу? Вот, надо ли обществу, чтобы столько ресурсов уходило? А для чего уходило? Ну, для того, чтобы люди удовлетворяли свои котелки, все, только ради этого? Ну, трудно сказать, не знаю. Ну, ты сейчас говоришь о свежепотреблении. Да, вот именно, скорее всего, да. Он живет в бараке, у него нет, ну, грубо говоря, он снимает угол, там, 4 квадратных метра на человек. А другое дело, когда он меняет сотовый каждый год, потому что много с ним. А некоторые яхты меняются. А что считаете сверхпотреблением? Вот, казалось бы, да, машина, личный автомобиль каждого. Вроде бы немного, вроде бы полносовестки. Отличить очень просто. Если, как бы, сверхпотребление убирается очень просто. Берите рекламу его, и оно уйдет само. Другое дело, что если вы, как бы, не будете рекламировать потребность в жизни, грубо говоря, нормальной, то она никуда не денется. Вот, вот, я почему про автомобили это вспомнил, у нас, как бы, автомобиль на регионах, нам это очень близко. Вот если у каждого жителя земли появится по автомобилю, что это приводится. Просто приводится в сплошную пробку. Сплошная пробка, что обществу совсем не надо. Даже сколько экологических... Сплошную пробку на дорогах. Да, сколько бензина надо сжечь. Он каждому дает, и все будет заставлено. Ты, пожалуйста, не смешивай потребность перемещения и потребность в автомобиле. Это разные вещи. Ездить можно на транспорте. Конечно. И, в общем-то... Потребность в автомобиле нам, по большей части, навязывается искусственно. Конечно. Это определенный интерес. Это выгодно тем, кто производит эти автомобили. Чтобы обеспечить, грубо говоря, возможность перемещения, возможно, самые разные... Общественный транспорт надо было развивать. Грубо говоря, способов в пределах одного-то живого листока. То есть можно паромы там развивать, можно электрички, можно трамвай. То есть на машинах это не заканчивается. Ну, так ты правильно говоришь, что надо развивать транспорт. Общественный транспорт. А у нас вообще ценный транспорт. Да. А у нас, извини, личный автомобиль все равно приятнее, чем автобусом, но понятно. Это в любом случае. И личная потребность... Ну, опять же, тут не надо скатываться. Правильно Алексей говорит, что к сверхпотреблению ни в коем случае нельзя, не должны быть кидаться в эту сторону сверхпотребления. Что, какие еще будут вопросы? Мне кажется, на счетах обиде. И в интересах общества вообще, чтобы возможность брать в аренду автомобиля по необходимости. Видишь, и если будет... А возможности, допустим, даже было бы лучше, если было бы, допустим, более доступно, возможно, взять в аренду. Не то, чтобы заморачиваться страховкой, заправкой, ремонтом. Ты сейчас говоришь о прокате. Это будет. Ну, да. Ну, более доступно. Саша, здесь видишь, как надо из чего исходить? Здесь, мне кажется, надо исходить из того, что, может быть, и не нужен ему индивидуальный транспорт. Если хорошо отлажена система общественного транспорта, действует. Зачем ему тратить время на этот личный автомобиль или на прокатный, даже на арендованный автомобиль? Ему же надо обслуживать, у него надо вкладывать. Мне кажется, было бы. Это другой вопрос, что, может быть, ему куда-то нужно отдельно, допустим, за пределы города, там, где нет транспорта. Это, конечно, но все это надо, видишь, в разумных пределах должно быть. О чем и говорится. Можно такие ситуации, когда у нас, к сожалению, общественный транспорт не везде может дойти. Конечно. Не везде. Везде разные, мы туда ходим. Конечно, конечно. Даже в условиях социализма, может, и выгодным. Конечно. Да, и в социализме-то такси были, государственные. Так не только такси. Считался тоже общественным транспортом. И прокат тоже был. Да, и прокат можно, конечно, против, кто имеет. Но чтобы не так было, как сейчас. Вот сейчас выйди, особенно у нас снег выпал, когда в тот понедельник, что творилось во вторник. Что творилось? Пробки страшные на улице. Другое дело, что ему не обязательно нужно наоборот в собственном. А потому что не отлажена система общественного транспорта, а личного транспорта, наоборот, уже немерено, что дороги не справляются. Сейчас в Владивостоке с такой массой машины. Все сделали, наоборот, все порубили. Все трамваи, все электрические. Да, раньше так делали. Выходили менты в дождь. Всех со своими личными автомобилями с дороги выгоняли. Снег просто не пускали. А, пожалуйста, трамваи, троллейбусы. Все ходило. А сейчас ни трамваев, ни троллейбусов нет. Поэтому или пеш-паллы, пробки. Так или иначе. Сейчас они хотят вообще, чтобы выходное было сделать. Я казаю. В случае непогоды, Бог выходной. И все. И все проблемы решит. Как вы не поймёте. Потому что частный бизнес-то не сделает в экономе с их работой. Вот именно. Государство-то, может, еще и пойдет. Но не факт. Там Павел писал вопрос. Ему сказали, что типа, мы не можем муниципальных работников отпускать во время снегопада, потому что они должны решать проблемы с снегопада. Поэтому они тоже будут сидеть на работе. А коммерческим структурам мы не можем приказывать, потому что они коммерческие. Вот такой ответ. В общем, никому ничего не будет. Как обычно. Там есть еще очень интересный момент, который у нас часто Владимир Фёдорович акцент на него сделал. Я, к werem, но с другой стороны чуть за тень. Госмонополия. То есть у нас очень часто, говоря, с Россиой до при социализме у нас в СССР была Госмонополия. Госкапитализм. 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 Госкапитализм, да. Госкапитализм. Вот Сталин как раз подчеркивает, что при капитализме, когда развивается он корпорации, поглощает государство и подавляет аппарат государства, берут свои руки и управляют им. А в СССР, наоборот, правительство советское брало производство в железные руки и дарило, и заставляло делать то, что хотят. Но тут не такой простой вопрос о госкапитализме, и о социализме, и о госкапитализме его бы отдельно рассматривать. Потому что тут много очень нюансов, и особенно очень много любителей доказывать, пытаться, что у нас никого социализма не было, а был только госкапитализм. Есть такие любители. Госкапитализм вопрос решается очень просто, у нас не было рынков капиталов. Конечно, и рынка рабочей силы, да. Но автоматически не означает, что у нас был социализм. Ну, значит, вот эти ребята твои, пермики, и как тебе не нравится этот формулировок, который они дали социализму? Как еще раз? Еще, как еще раз, что это, я сейчас ее точно не помню, я уже отдал изучать это. Но примерно так, что это первая фаза, начальная фаза коммунизма, основанная на диктатуре пролетариата, и общественной собственности на средства производства, и что-то еще какое-то, я уже забыл. То есть, основные, вот эти основные признаки социализма, это диктатура пролетариата, общественная собственность на средства производства, и плановое хозяйство, вот еще там, что они уходят. Точно не писали, но общественная собственность у нас не была преобладающая. А какая была? Частная была? Где она? Государственная. Подожди, подожди, а государство у нас какое? Диктатура пролетариата, поэтому она обобщесленная была. Ну, хоть и государство, хоть и масштаба государства, но государство-то все было у нас рабочее, в интересах рабочего класса. Никакой буржуазии у нас не было. А государственный капитализм, подожди, а что такое? Ну, как Ленин давал формулировку госкапитализма, что когда капиталисты объединяются, вот, в своих интересах, и это самое, за счет государства содержат какие-то предприятия. Вот, то есть, ну, это надо отдельно вопрос рассматривать. И ленинские формулировки, и так далее, госкапитализма. То есть, ты тоже пытаешься считать, что социализма не было, а был госкапитализм, что ли? У нас был полный социализм. Что значит полный? У нас были отдельные элементы социализма. Конечно. Основные признаки социализма присутствовали. То есть, то, что Сталин в 36-м году сказал, что социализм построен, он не прошел отзывом. Ну, это выдача, просто желаемого за действительность. Ну, и вот, Ленин говорил, что госкапитализм обещал. Я помню, который строил полный социализм. Не помните такого, как его звали? Который обещал построение полного социализма, то есть, на 10-м году. Коммунизм он уже обещал. Он уже коммунизм обещал. Коммунизм обещал, украшенный на благо общества, это социализм. Конечно, конечно. Вот я тоже спорил с одним экономистом на форуме, что у нас, как вам говорится, нет, не было у нас социализма, потому что не был обращен на благо всего общества. Дескать, парк номенклатуры, они, то есть, часть какой-то там прибавочной стоимости делились с людьми, а основную часть они вывозили куда-то там за рубеж. Да и что они с ней? Они его возили, они выводили. Ну, это уже в 90-х. Нет, именно, уже прям пристали. Да нет, конечно, этого не было. Этого не было. Он говорит, как экономист, типа, вот, могу цифры там прикинуть. Да какие-то. Надо было взять у него эти цифры. У нас была нищая, вот, я так не знаю. Конечно, у нас еле-еле хватило денег на то, чтобы провести индустриализацию и коллективизацию, еле-еле. Куда там чего можно было вывозить? Куда там чего? Ничего там было, никуда вывозить. Так, чувством вывозить, мне не знаю, ничего. Нет, ну, извините, у нас денег не было, просто более внешне торговли. То есть, вывозить можно было что-то или выводить только с ведомым государством. Ой, хорошо. И то, что люди, которые не были, так же, утверждено. Нет, ну, тоже не за другим. Я не соглашусь, потому что... Давайте тогда разберем чуть другой вопрос. Актуален, по-моему, мы сейчас, да? Вот Саня пишет про мужчины, которые в Союзе приезжают. А, нужнее, не на машину, да? Актуален до сих пор, да? Вот сейчас мы возьмем Сибербанк, который активно сокращает персонал и заменяет его мужчинами. А сейчас там Дрех еще обещают и нейронные сети поставят. Вот вообще там количество банковских работников Сбера у нас активно-активно сокращается. И поэтому определенная нелюбовь банковских работников тем же банкоматов она имеется. И тут никуда не денется. А если сейчас еще и сетями... У меня просто есть люди, которые вынуждены были уйти с Сибербанковского бизнеса, да, и идти на другие специалисты. Вот, допустим, девочка была специалистом-экономистом, а сейчас есть секретарем. Потому что экономиста в банке нам устроиться не может, потому что их постоянно все сокращают. Не говоря уже про сокращение той же банковской области по деревням, малым городам, да, там вообще отделение закрывается. А если банкомат один стоит, то хорошо. То есть как бы вот у нас сейчас при этом же идет по телевизору постоянно, вот придут роботы и будет нам всем хорошо. Вы не бойтесь, вы работу не потеряете. Это не носит безусловный характер. То есть если у Узбера появится возможность нанять какого-нибудь Узбека за половину зарплаты на стройщик этих самых роботов, то, я вас уверяю, так и будет сделано. А роботы пойдут на свалку. Ну, возвращаясь к тому, что это станет подписан в закон капитализма. Я про то, что при социализме, собственно, внедрение роботов, да, это замечательно. Но у нас рабочий день будет короче. Или там наоборот мы будем пользоваться банковскими услугами. Как раньше, а там в Сберкассу приходили днем и все. А эти сервисы будут работать круглосуточно, а люди для этого не нужны, которые будут работать круглосуточно. А при капитализме вот у нас сейчас люди теряют работу. Те же работники в банковской сфере. Ну и дальше. Что дальше? Все. Мое следствие сказал, что роботы ничему хорошему не приводят, хотя они и появляются. Казалось бы, да. Роботы зачем нужно, чтобы он вместо человека работал. Получается, он работает вместо человека, а человек ушел на хер. Возьми обратно, например, Южной Кореи, которая 90-хватывала своими роботизированными заработами, а сейчас туда ездят мигранты, в том числе и из России, работают на производство. Гастарбайтеры там работают, но там и количество роботов при этом растет. Ну, сейчас оно уже, да, снова растет, а в конце 90-х оно резко упало. Ну, там опять же кризис был. Да, азиатский кризис как раз. Да, да. А как производство началось? Стоимость рабочей силы упала, вот роботы пошли и нафиг, грубо говоря. И снова начали эксплуатировать живую рабочую силу. Так они сейчас живую силу сберут и роботов развивают. Так все согласно, хоть же, какой-то разручный закон капиталил, а максимально... Роботы это, грубо говоря, они прогрессивны, когда в условиях рабочая сила дорогая, но они так же легко заменяются живой рабочей силой, когда она дешевая. То есть это чисто вопрос, что эксплуатировать выгоднее. Это робота поставить, либо нанять там трех-четырех человек за мертвый паразит. И при том, что прибавочная стоимость тебе робот не создает, а создает только живой труд, то при просих равных условиях живой труд ты эксплуатировать выгоднее. Мы возвращаемся к 13 главе капитала, где машины водятся тогда, когда они оказываются более выгоднее, чем рабочие. Когда у тебя уже нет возможности усиливать эксплуатацию живого труда, только тогда идут вложения в основной капитал и наращивание его стоимости. Тут у Сталина очень удачно сразу же следующий вопрос, какой он поднимает. Это был пятый, да, это шестой, что положение рабочих при капитализме, он напоминает, что к рабочим в капиталистических странах относятся не только те специалисты, да, высокоплаченные, которыми постоянно тыкают, вот смотрите, как хорошо живет рабочий в Америке, но в том числе и безработные. И вот здесь у машины, когда у нас делают безработных, работающих людей, и мы их тоже должны учитывать как рабочий класс. Так, у нас сейчас экономика, грубо говоря, всемирная практически, почти все страны, вот опять же, мы Корею брали, да, что рабочих они подтягивают откуда-то, со Средней Азии, из России набирают, а роботы местные свои. То есть положение рабочего класса сейчас надо смотреть не только в развитых странах, но вообще по миру, потому что гастарбайтер, это явление активно-активно нарастает. Хотя, опять же, мы вот когда марца разбирали, там тоже было, как рабочие из Франции ехали в Англию и в обратную сторону, в профессию. Гранта дает свой побочный эффект, и с начала 70-х производства предпочитали переносить туда, где есть дешевые рабочие силы на месте, не наоборот. А иначе бы эти заводы, как были, так и оставались в Европе, и туда массово ехали мигранты. Сейчас так попробовали сделать, после десятилетий, и получилось, как-то не очень. Так и самая волна миграции. Но сейчас вот в Штатах Трамп же как раз и пытается вернуть производство в Штаты. А Трамп пытается вернуть производство, но чтобы там работали как раз-таки американцы. Да, но гастарбайтеров-то у них тоже и Мексика построена резидоктивно. Для чего стена и строится? Нет. Чтобы свои работали. Стену на границе с Мексикой, и Мексика будет только рада, потому что ее будут строить сами же мексиканцы. Я серьезно говорю, потому что строить руками американских рабочих, это будет просто золотая стенка. Но там же еще есть Канада, которая тоже выступает такими задворками США. Кстати, я думаю, все видели объявление миграции в Канаду. Канада стала такой прозрачной границей США для натурализации и миграции. То есть у нас очень многие едут в Канаду, а оттуда уже в Штаты перебираются. Оттуда как-то проще. Там более прозрачная граница, и стены пока еще нет. Тоже выход. Так, вопросы еще есть, я хотел сказать? Давай, конечно. Так, ну, там в середине лекции прозвучал тезис, что, дескать, у нас за 70 лет кризисов не было, так вот он, я извиняюсь, конечно, выпьющий не верен. Потому что проще назвать период, когда в Советском Союзе кризисов не было, чем когда они были. Если вот брать хотя бы 20-е, то период военного коммунизма, это был один сплошной кризис, и, собственно, военный коммунизм, это экономика кризиса. Это перераспределительная экономика. Дальше, когда немножко очухались, встали опять перед проблемой, что у нас ничего не работает, давайте вводить НЭП. Это же вынужденные меры тоже. Но НЭП, поскольку это была все-таки полукапиталистическая экономика, ну, то есть там командные высоты оставались как бы государства, но все остальное отправлялись в парню, и в законы. То НЭП, как и любая капиталистическая экономика, начал страдать от кризиса перепроизводства, из-за меня. То есть там было до 1927 года как раз уже 2 или 3 кризиса, последний из которых, кризис хлебозаготовок, как раз-таки послужил причиной того, что эта политика, в конце концов, была съемна. Ты вот ключевое сказал, кризис перепроизводства, правильно? А какой кризис перепроизводства был в 20-х годах? Что там перепроизводили? Ну, извините, кризис хлебозаготовок, это что? Это кризис быта. То есть у кулаков есть зерно, они его не хотят сбывать, потому что не дают тварьной цены, которые дают за это сам. То есть у них есть продукция, которая никуда не уходит. Это что? Она уходила, она уходила по спекулятивным ценам. Это не кризис перепроизводства. Ну, а что это еще? Ну, а что такое кризис перепроизводства? Ну, хорошо, если мы берем, допустим, кризис перепроизводства, вот классическая Великая Депрессия, когда в Америке в 30-х, извините, и в речку молоко выливает. Чем это принципиально отличается от той ситуации? То есть такое же затоваривание было бы просто ослаблено? Простая разница. Дело в том, что кулаки этот хлеб подпольно продавали в 3 дорога, и у них его покупали. Никто этот хлеб в речку не спускал. Они его как раз-таки придерживали для того, чтобы они подороже брали. Ну, его же никто не сливал в речку. Это не перепроизводство, это спепуляция. Это разлад экономического уклада, как угодно, не кризис перепроизводства. Кризис перепроизводства чуть-чуть другое. Это абсолютно то, что там. Ничего про то, что там. Читаем, а сами же не продавали. А там, ну, просто некому продавать. То есть периодичность кризисов при капитализме, это вот, пожалуйста. При капитализме нет, не то, что некому. Там просто никто не может купить, денег на наследие нет. За счет того, что в стоимость товар включается дополнительная прибавочная стоимость, а люди получают, соответственно, меньше за разницу прибавочной стоимости, не могут купить меньше продуктов на свою зарплату, потому что часть продуктов идет в качестве прибыли. Но так как это не натуральное хозяйство, и капиталист не может себе эту прибыль, этот товар взять себе в виде прибыли, ну, надо кому-то продать, это надо давать некому. Вот он, кризис перепроизводства. У тебя товар есть, а купить его никто не может, потому что ты денег за плату меньше. Кто мог купить зерно по тем ценам, которые установил государство? То есть его не продавали тогда. А по тем ценам, которые продавали, купить зерно было невозможно. Вот тебе, пожалуйста, кладись и кризис. Продавали, прекрасно продавали. А есть у тебя купить по этим ценам? Ты путаешь закупку по госцене для экспорта зерно и для дальнейшей перепродажи, и скупку зерна на черном рынке. Я тебе как раз-таки говорю, что государство тогда устанавливало низкие цены, а по ним не продавали. По тем ценам, которые продавали на черном рынке, не каждый мог себе позволить купить. Понимаешь разницу? То есть не надо тут тень на плетель наводить. Это вот как раз-таки... Погоди, ну, то есть спрос на хлеб был настолько низкий, что хлеб не могли реализовывать. Правильно? Не сбивался. Нет. Спрос на хлеб как раз-таки реализовывал. То есть спрос сравнялся к предложению. Не сравнялся к предложению. Иначе бы фокус кулаков не сработал, придержать хлеб, чтобы подняли сцены. Товар-то сбывался, правильно? Он не заставился, не превращался. Как раз-таки его придерживали за тем, чтобы поднять цены. И чтобы потом продать хлеб. А цену у вас не поднимаясь. Если спроса нет, не должен наверно. Да, не поднимается. Соответственно, если бы не сцена спроса, тогда спроса не будет. Зерно положили на склад, грубо говоря, а остались, говорят, ну ладно. Смотрим, что в Франции разорился и давно завод, когда наши хотели его покупать, да? Ты на Франции не снижай, пожалуйста. У них еще была проблема перепроизводства. У них машины не сделали, а продать они не могут. Они эти машины пустили на слон. Сколько они там? 80 тысяч, по-моему, этих пижок было, или сколько. Они их просто пустили на слон, потому что у них не смогли продать. Молоко, как ты говоришь, в Америке спускали в речку, потому что девать некуда. И перерабатывать нет смысла. Никто не купит сворох и сыр. Пускали его в речку, потому что по тем ценам, которые хотели продать, не продали, потом оно протисло. Вот оно и в речке. Оно испортилось. И мужчины стояли на стоянке, они испортились. А зерно кулак продавал же все. Попозже, но продавал и подороже. Это спекуляция называется. Это не называется, перерабатывать перепроизводство. Ты скажесеешь, что банков у нас в России нет сейчас. А в чем перепроизводство? Скажите, тогда ответ на простой вопрос, в чем перепроизводство зерна? Куда его девали это перепроизведенное зерно? Его закопали в землю? Оно сгнило, скормили скот или что? Потом изменили государственную политику и взяли курс на разгром кулака, чтобы больше такого херни не было. А до той поры высылается бродотряд, реквизируется зерно у кулака. Излишки. Не излишки как раз. Излишки. Излишки по плану хлебозаготовок. Вот почему собственно называется кризис хлебозаготовок. Был план хлебозаготовок, который кулак пытался сорвать. Правильно. Он не сдал хлеб, он его спрятал, потом продал. Вместо к нему в деревне приходят. Но это еще не из-за того, чтобы так много произвели зерна, это потому что он его спрятал. И что? Сейчас тоже можно сказать, кризис недопроизводства налогов. Спрятал, чтобы бизнесмену их прячут. Чтобы подняли цены на него. Тогда он как бы сдал их государству. Пожалуйста. Государство цены поднимать не захотело. Вместо этого послал зонда в команду. В деревне. Ну, как бы пытаются сутро, а просто повозят в деревне. Только нишню тебя не сжигали. Раньше на сциссах. Теперь сутро комбат отправляли по деревне. Если по-другому не доходит, ну, как бы будем привлекать до этого кризис, но не перепроизводство. Это же кризис, но не перепроизводство. Что перепроизводство-то? Кризис-то, ты сам сказал, перепроизводство. Извините, кризис перепроизводства, это когда, ну, это грубо говоря, кризис быта. Когда ты не можешь продать что-то по той цене, которая тебе нужна. Почему не можешь? Ну, куда могли продавать? Ну, и среди денег. Они не хотели продавать, правда, это зерно. Правильно извечите? По госцене? Нет, они-то продавать хотели. Они не хотели продавать по той цене, которую давали. По госцене не хотели продавать. Хорошо, я тебе такой вопрос. Да. Допустим, если у нас моются все дороги, просто хлеб невозможно перевезти. Мы его хотят купить, но его хотят продать, но его нельзя перевезти просто. Это еще тоже кризис перепроизводство получается. То есть мы тоже не можем продать же хлеб в этой ситуации. Так, тут надо подумать. Тут есть объективный фактор, то есть ты его просто не можешь доставить. Это уже вне... А вот тут объективный фактор, ты его не можешь доставить до рынка в город и продать его на рынке. Ладно, там-то такого не было. Ну, было, но это еще бы поднялся. И как раз у кого-то хлеб скупали по дороге, а в городе еще дороже продавали. Ну, это как раз и говори, что там доступ к рынку был. Ну, был правильно. Ну, на этом, на этом-то понималось. Потому что крестьянин, понимаешь, что Алтайская область завезет свой хлеб на Москву, чтобы его продать. Тут скорее применим другой пример. Когда вот у нас недавно был этот тайфун, в городе, мгновенно поднимается цену на такси. Потому что растет спросом. То есть, это... Ну, это спекуляция, а не кризис. Перепризываться опять же. Спекуляция за счет чего может быть? За счет того, что ты можешь вздуть цену на товар, у тебя его купят, потому что у тебя не только конкуренция, это спекуляция. Ну, а кризис перепроизводцев это когда-то никому не вообще как у вас не может продать сфотоват, потому что ни у кого денег нет на приобретение товар. Можно прочитать двумя вариантами, какого-то, допустим, смотри, современным языком выражается, вот есть, вырезанного с картошкой, там есть местный спекулянт, они покупают эту картошку, ну, допустим, не помню точно 20 рублей за килограмм. Мне родственники отдают мешок, получается 40 рублей за килограмм. Кому выгоднему отдать? Мне мешок за 40 рублей за килограмм, а не спекулянту местному. Раз есть я такое, они могут мне отдать, я сюда приезжаю в Валивосток и продаю уже по 40 рублей за килограмм и картошка не по 20. Ставьте в разлом с ними да, молнии не спекулянтам не продавать во 20 рублей, а подождать весны, когда картошка подорожает, урожай закончится и продать ее дороже. Ну, к сожалению, так не действует, потому что та, которая старая картошка, ее спекулянт еще дешевле, как-то, так же, что она сейчас так не действует. Я вот это такой, вот это материальный фактор реально в деревне в Валивостоке, вот такая вот реальная картина. Это везде по правилам. Вот реальная картина. У нас шишку там, где покупали. Им проще, чтобы приехал такой, как я, с Валивостока, там, я-то купил у них мешков 10, ну, не купил, взял мешков 10, я-то сюда и продал по 1000 рублей мешок, вырвая, они там, где там по 250, по 500 рублей отдавать. Это мы спекулянту. С кулаками думают уже самое. Кулак кулака был какой-нибудь в городе, который он хотел подороже исплавлять. Учитывая, что семьи были большие, куча народу ехала в город, у всех были практически родные. вот, и получается так. Они хотели себе исплавлять. Отвезти с деревни на тележки и на лошади было гораздо сложнее, чем сейчас на мащине. Ну, да. Поэтому, если мы говорим о тех же Непмонах, извините, они хлеб таскали вагонами и с составами. Того же корейского если вспоминаем, да, они там составом не гоняли продукты с этого арка. В общем, так или иначе, говорить о том, что за 70 лет не было кризисов, это... Не было кризис перепроизводства, тут сложно поспорить. Кризисы были, да, спорные, а перепроизводства по-моему, не было. В отдельных областях тоже были кризисы перепроизводства. Я бы скорее знаешь, какой пример тебе кризиса перепроизводства привел? В СССР в позднем хлеба, когда было много и он был очень дешевым, им начинали кормить скот. А это как бы не кормовое зерно, кормовое зерно было отдельно. Но получалось так, что за счет дотации государства пищевая пшеница высокого сорта, идет к тысяче людям, она была дешевле, чем кормовой, и поэтому в деревне, вместо того, чтобы покупать дорогое уразное зерно, покупали дешевый хлеб, дешевым хлебом кормили скот. Мне кажется, просто неправильная ценовая политика. Потому что даже это не кризис перепроизводства. Нет, тут из другой области. Вот обычно говорят, когда группа товаров А и Б, то есть А это производство средств производства, Б это производство средств потребления. Вот у нас группа товаров А систематически обгоняла группу товаров Б. То есть на протяжении 20-30-х это было прям очевидно, но там это еще можно было оправдать. При Хрущеве дали больше на группу товаров Б, тот самый гуляш коммунизм. Народу понравилось. Но потом до конца Союза фактически вернулись к старой схеме. Так Сталин как раз в работе пишет, что мы планомерно развиваем группу производящих станков, мы делаем больше станков. Мы их планомерно внедряем, несмотря ни на что, мы их увеличим для того, чтобы поддержать кризис. Если мы не наращиваем производство средств производства, мы не сможем и наращивать потребление без этого. И в конце концов мы пришли к тому, что вот у нас стоят станки, на которых некому работать, и которые те, работают, производят товары, которые уже стоят. товар потребления. это я похитил? Как раз при Хрущеве, ты же сам сказал. Нет, при Хрущеве это так назывались пятилетки, которые пытались сначала дать больше на группу товаров бы, это по сути единственный случай, когда так сделали. Почему? Следующая пятилетка по увеличению качества этой же группы. То есть эти же товары не обновляли новыми товарами, просто эти товары пытались выпускать более качественными. Вот тебе 10 лет слита унитаз. Я больше скажу, почему ты клонишь, ты еще к самому началу возрождения СССР, когда шла дискуссия между Троцким и Сталин, точнее, когда Сталин, опять же, возвращаясь к первой главе, когда там она была, о примате тяжелой промышленности над легкой. А те, кто были против Сталина, так называемый троцкист, это не те, кто сторонники теоретика троцкист, а те, его так тоже называли, в Советском Союзе было ругательство. Это шизофрения. Называй, как хочешь, это было ругательство. Они как раз еще тогда утверждали, что не надо выпускать средства производства, но побольше товаров, легкую промышленность, она более рентабельно. Возвращаемся сначала в книжке, правильно? Что легкая промышленность, более рентабельно, давайте легкая промышленность заниматься, тяжелую, потом запустим. И сейчас посмотрите, ГОСКОРОЙ, транснациональные корпорации у нас какие? Кока-Кола, напиток, ширпотреб самый широкий, а это транснациональная корпорация. А какой-нибудь, если мы возьмем завод промышленный, так они там банкротятся каждые пять лет, тяжелые промышленные комплексы. А зато совсем миров лег на то. ситуация не применим в качестве налоги, потому что, во-первых, другая экономика, во-вторых, там был отдельный рынок. Не капитализм, а какая экономика? У нас сейчас другая. Кто тебе сказал, что сейчас не капитализм? Ну, ты будешь другая экономика. По сравнению с тогда, у нас сейчас другая экономика. По-моему, у нас, да, мы про нас не говорим. Я думаю, что нельзя проводить прямые налоги между экономикой нынешней России и тогдашней экономикой Союза в любой период. Даже временно этого. Ну, хорошо, ладно, нельзя, и что? Ну, ничего, просто ты приводишь. Причем здесь как Кока-Кола, который тогда, например, не был. Вообще нет такого понятия как транснациональной корпорации. Кока-Кола была транснациональной корпорации, извини, в то время они уже были. В это время они уже были. Они просто так не назывались, да, извините, тот же в Союзе они были. В Советском Союзе не было, в мире были. А Сталин пишет, если ты читал что-то написано про современный капитализм, то нет. И современный Созем был. Попси-Кола была уже восьмидесятка. Нет, там были заменители Байкал, Байкал были, да, Лимонарш, то нет, нет. Даже в тридцатые годы же Микояна посылает туда, он вот туда привез эту конфету, там, булочку привез, даже пытаясь, по-моему, я читал, это восьмидесятки. привезти на своей базе воссоздать, другое дело организовать филиалов создательность в этом пункте в Сознаваде. В тридцатые годы имел производство в Германии, там уже фантазы забрали. Как раз сороковые тоже уже была, то есть корпорация Кока-Кола была уже тогда. Транснациональная репрессия. Она уже была по факту разница. То, что было где-то там за Буврома, строго говоря, нас не касалось. Сейчас они нас поглотили. Вот, пожалуйста, наш завод лимонадный вне-востокский. Теперь молочный завод, который Библидант, Библидант, пожалуйста. Попетить игру, там был выпуск какими смотрятся по поводу какой год по-моему, 80-й по поводу там обувная фабрика. Там что-то проверка обувной фабрики. У них открывается куча обуви. Никто не покупает. Спрашивает почему? Потому что хуже качеством было. Никому не нужна была. сбыта было тоже. То есть это вот как раз я вспомнил в пятигней год как выпуск для помощи до 20-й производства. ближе до у нас есть на другой 70-й год. Бракованный товар считает за товар и жаловаться что вы покупаете просто худшего качества. Да, просто качество не подходил как бы выражаясь тем языком люди модные местами были. Соответственно вот я вольной современности. опять же, при капитализме тоже когда те же сотовые телефоны уходят целыми фирмами или как они нокия потому что не перестают быть модными и их не покупают. А все-таки кризис перерепроизводства это системный кризис когда все рухнет из того население денег меньше чем товара нет там они они завязаны чтобы перенаправить производство тройку что где-то конец 80-х показывали заместо того чтобы перенаправить производство и сплавить они продолжали высказать высказать изменить этот завод хочет не хочет убери это новые станки которые будут выпускать новую и из-за этого мы как раз эти кризисы можем нивелировать про станки здесь действительно на пример инструментарий завод станки уже в 90-е годы по 15-10 лет было уже 90-х 2000-х 15-20 лет уже был 2000-х я помню там было если приходит еще 2-5 лет и 10 лет извините забивали на обновление станков а после этого их надо еще обновлять потом вернули политику обратно и вот пожалуйста кризис грубо говоря невведенных инвестиций я прямо сейчас не готов ответить насколько я помню читал сборник статистики советский количество станков так и послевоенные мы не переплюнули показатель ни в 90-х нигде слушай из того что я смотрел начиная с 60-х постепенно начался рост грубо говоря дефицит рабочей силы то есть там где была рабочая сила не было заводов либо они были грубо говоря не того кого если там в каком-нибудь швейном производстве работали женщины а у нас в регионе избыток рабочей силы мужской то производство вы извините немножко пролетает другое дело что там где заводы строились как правило был дефицит работ вещества то есть была такая несбалансированность плюс к тому были вот эти незавершенные стройки то есть какое-то министерство вкладывало деньги в постройку нового завода причем закладывало такие сроки что она его не успевала закончить как этот завод уже либо кем-то заменялся был не нужен либо там просто морально устревал и таких строек было все больше и больше плюс то что вот они вот ошибка планируют да это ошибка планирует кризис перед производств дефицит рабочей силы кстати был в союзе всегда между прочим перед войной почему вели обратно платное образование чтобы люди не шли не в института и прокручили прокручили все учились перед войной это компенсировалось во-первых тем что еще не были исчерпаны ресурсы деревни то есть там постоянно шло пополнение из деревни грубо говоря городских жителей а во-вторых то что ну система немножко была другая то есть людей это не хватало а после войны тем более не хватало правильно демографический да после войны и рабочий север был в союзе всегда не пока уже закрыли там ушла это я закрыли там потом второй кризис говоришь и все это опять там господи да вот мы поколение 80-х годов посмотри сейчас на рынке труда что творится кто есть на рынке труда опять сейчас запустили производство вот кока-кола нам плетаешь сейчас когда другая экономика ну зачем мы про численность рабочих сейчас тоже не хватает тот же путин кстати жаловался что рабочих у нас не хватает сейчас почему-то там есть народ читал анекдот сколько нужно рабочих какому-то производства в СССР сколько нужно рабочих в Японии на одном заводе в СССР нужно 9000 рабочих а в Японии тысячу одинаковое количество производителей не помню что они там у них производили ну вот они за автоматизацию еще в СССР они тут как бы сколько у вас там работает на таком-то производстве 10 человек приходит с утра с мешками под глазами а что у вас 10 это делают ну может быть да а это будет 9000